Интересный парадокс. Большинство автовладельцев хотят тратить на машину как можно меньше. Но стойко отрицают советы ездить экономно. Мол, я для того автомобили купил, чтобы наслаждаться скоростью и ускорениями. Но кайф от обладания машиной создаёт не только нажатие акселератора в пол, но и умение ездить так, как не умеют другие. Например, экономно. И что интересно, для этого не нужны ни снадобья для масла или бензина, ни особый дар, только желание. Сегодня мы поговорим о самых эффективных способах экономии и как уменьшить расход бензина на 30% минимум. Итак, говорят, чем быстрее выйдешь на экономичный режим, тем дольше будешь затем в нём двигаться. Следовательно, больше сэкономишь. Но доводится, слышите другой довод. Поскольку КПД мотора растёт вместе с отдаваемой в данный момент мощностью, то и разгоняться надо в режиме максимальной мощности, потому что КПД и экономичность одного поля ягоды. Оба аргумента нам видятся странными. Это при пуске ракеты в космос, нужно всеми силами забросить её на орбиту с первой космической скоростью, как можно быстрее сжигая топливо, а дальше она полетит по инерции. А вот автомобиль будет кушать топливо постоянно, даже при неизменной скорости. Что касается КПД, то он действительно растёт с мощностью, но ведь расход топлива при этом резко возрастает. Мы не раз спрашивали представителей автомобильной компании, какой режим разгона они считают наиболее экономичным. И зависит ли рекомендация от конструкции автомобиля автомат или механика, турбо или атмосферник, впрыск или карбюратор. И ответы инженера совпадали практически дословно. Для любых моделей оптимальный разгон – плавный. Например, на Volkswagen пояснили, что логика программного обеспечения современных автомобилей ставит во главу угла при плавном разгоне экономичность, а при энергичном – динамику. Представители Subaru отметили, что при резких ускорениях идёт переобогащение смеси на 10-20%, вследствие чего настолько же возрастает расход. А Volvo посоветовали для экономии топлива пользоваться режимом эко, при котором педаль газа становится менее чувствительной, автомат переходит на высокие передачи, а обороты двигателя понижаются. Все под одну гребёнку. Так, с разгона вроде уяснили. Как же тормозить? В былые времена торможение двигателем было проявлением элементарной водительской подготовки. Но современные водители зачастую вообще не понимают, о чём идёт речь. Между тем всё просто. Достаточно убрать ногу с педали газа, чтобы двигатель фактически превратился в тормоз. Теперь уже он не крутит колёса, а колёс пытают скрутить его, замедляя машину. Особенно такой приём полезен на затяжных спусках и на скользкой дороге. За торможением мотора высказались абсолютно все опрошенные нами автопроизводители. В частности, в Subaru отметили, что при этом топливо не расходуется вообще, это абсолютно экономичный режим. То же касается не только помощи тормозам, но и, например, движения под уклон, где, как правило, можно подобрать подходящую передачу или виртуальную передачу в случае вариатора. Кроме того, при этом меньше будут изнашиваться тормозные колодки. А вот, например, специалисты Audi отметили, что тормоза следует применять как можно меньше, и подчеркнули, что на современных гибридных автомобилях в режиме торможения двигателем часть кинетической энергии рекуперируется, поэтому это самый эффективный метод. Ну и, естественно, автомобиль должен корректно и правильно работать. Согласитесь, когда вы отрегулировали клапана и поменяли масло, двигатель работает совсем по-другому. К примеру, возьмём моторное масло высшего класса Bezol Green Oil. Этот продукт отличает уникальная технология, специально разработанная немецкими инженерами. Это просто отличное масло для города и пробок. Исключительная прочность смазочной плёнки, низкие потери при испарении и отличные характеристики при высоких и низких температурах. Поэтому улучшайте экономию топлива и получайте отличную защиту от износа вместе с Bezol Green Oil. Ссылка будет в описании, ну а мы продолжим. Едем дальше. Как переключать передачи. Иные автомобилисты на каждом светофоре переводят селекторы своих автоматов в положение P, будучи уверены, что именно так нужно ездить. А при движении под горку надо, оказывается, задействовать нейтраль N. Опять-таки экономия ради. Коротко напомним. Ездить в положении селектора N, во-первых, небезопасно, особенно зимой, а во-вторых, неэкономично. При движении накатом, когда селектор в положении D, или в случае с механической коробкой, когда включена передача, расход топлива равен нулю. А на нейтрале двигатель работает на холостном ходу и расходует топливо. Имейте это в виду и просто запомните. Ну а теперь один интересный эксперимент из практики, который проводил один из авторов журнала «За рулем». Лет 15 назад, будучи в служебной командировке, он добрался на серийной 170-сильной бензиновой машине с автоматом из Питера в Москву и обратно на одном 70-литровом баке без дозаправок. Скоростных магистралей тогда еще не было. Маршрут пролегал по древней М10, населенки, фуры и знаки от 60 до 90. Единственное, он ехал с выключенным кондиционером, а горючки залил посредством горловины бака. И, конечно, не позволял себе расслабляться там, где хотелось лихо обогнать какого-нибудь тихохода. Уже в Питере стало ясно, что затея съездить до него и обратно на одном баке удалась. Одометр Volvo S60 отсчитал 662 пройденные километра, а прогнозируемый остаток пути оптимистично высвечивал аж 800 километров. Правда, на обратном пути карет стало медленно превращаться в тыкву. После пары неприятных заторов оптимизм начал исчезать. Однако в итоге неприкосновенный запас в виде 5-литровой канистры так и не потребовался. Беспосадочный пробег составил 1440 километров, а средний расход 5,2 литра на 100 километров. Стоит ли так ездить постоянно? Наверное, нет. Но в целях эксперимента и временной экономии – отличный вариант. Но ладно, есть важное замечание. Единственный агрегат, которому не понравится регулярная эксплуатация в сверхэкономичном режиме – это двигатель. Постоянная работа на низких оборотах и значительных нагрузках при движении на больших скоростях вредна с точки зрения долговечности подшипников коленвала и чересчур высокого давления поршня на стенку цилиндра. Идёт накопление нагара в камере сгорания и на свечах зажигания. Зимой двигатель не прогревается в достаточной мере для выпаривания влаги и топлива, попадающих в моторное масло. Поэтому при мягком стиле езды на постоянной основе двигатель иногда хотя бы раз в 1000-2000 километров нужно прожаривать, давая ему высокую нагрузку в сочетании с большими оборотами на протяжении какого-то времени. Это очень важный нюанс. Ну и, конечно, исключить технические факторы. Для экономичной езды в автомобиле должны быть соблюдены следующие условия. Двигатель и все агрегаты трансмиссии полностью исправны, применяется топливо с рекомендованным, а недопустимым октановым числом. Во всех агрегатах залиты масла с вязкостью по рекомендации производителя, а топливные и воздушные фильтры не создают повышенного сопротивления. Добавьте в этом давление в шинах не ниже номинального. Рисунок протектора шин должен соответствовать типу транспортного средства, автомобиль не должен быть перегружен, а на крыше не установлен багажник. Всё это приведёт к значительной экономии. Ну и если вам летом не в облом, ездите без кондиционера. Но, мне кажется, это уже ущемление. Вот так просто, всего лишь выполняя наши советы по разгону и торможению, расход топлива, а значит и траты на него можно уменьшить почти на 30%, а при особом рвении и на половину. Попробуйте, убедитесь в этом ещё раз, что процесс экономичной езды увлекателен и затягивает не хуже гонок. Что ж, друзья, на сегодня это всё. Пишите в комментариях, что думаете по поводу таких советов и добавляйте свои лайфхаки, которые используете в жизни. Ну и не забывайте лайк поставить и на канал подписаться, если ещё этого не сделали.